Поделюсь с вами пятью навыками, которые приведут вас к успеху. Надо учиться немного, а надо учиться глубоко. 50% своего бизнеса потерял за того, что я был уверен, что это сработает. Если вы общаетесь с людьми, которые жалуются и ничего не делают, все время критикуют, то вы будете такие, как и они. Поэтому первая мечта, потом цель, потом действие, а потом успех. Вот это мой план, как я вижу свою формулу успеха. Всем привет! Сегодня мы будем говорить о вещах, которые мы не любим, которые нас раздражают, которые мы все время откладываем на потом, но которые эффективны и которые ведут нас к успеху. Сегодня у нас тема, как развивать себя и быть успешным. Начать я хочу с своей биографии. Я вырос в маленьком городке Батутино, Черкасской области. Я учился не очень. В принципе, я учился плохо. И когда я пришел в 9 класс, то меня не взяли в школу. Мои документы отправили в ПТУ. На самом деле, ПТУ стало легче, потому что я был в городской школе. А когда я пришел в ПТУ, то это сельское. У меня знаний было больше, чем у сельских моих коллег. И когда я закончил ПТУ, а профессия у меня была слесарь-сварщик, то я пошел в армию. После армии я вернулся. Я вернулся в маленький городок Батутино. И, понятно, не нашел там возможности, чтобы расти. Я поехал искать возможности в Санкт-Петербурге. Приехавши в Санкт-Петербург, я устроился на стройку по своей профессии. И вот представьте, в это же время, но 30 лет назад, работал сварщиком на стройке. И сегодня я занимаюсь бизнесом, довольно большим бизнесом. На самом деле, я не знаю, сколько у меня денег, потому что никто не знает, ну, может быть, 200 миллионов, может быть, 300. Но точно есть 125 миллионов долларов, и это мультимиллионер. И вот у меня вопрос, а что случилось за эти 30 лет, что я из сварщика вырос на довольно крупного предпринимателя? И мне часто говорят, наверное, вы много работали. Или еще лучше, да вам просто повезло. Я, кстати, не очень люблю это выражение, надо много работать, чтобы добиться успеха. Если работать очень много, то просто можно сгореть на работе, это не очень эффективно. Работать надо немного, а надо работать эффективно и продуктивно. Если бы я много работал бы, то я был бы на сегодня сварщик 6-го разряда. А может быть, лучшим сварщиком в Украине. Просто много работы повышает твою квалификацию, но точно не дает тебе возможности достичь какого-то бизнес-успеха. И везет. Я знаю, что большинство людей, которые в жизни не очень все складывается по бизнесу, они говорят, ну кому-то повезло, мне не повезло, этим себя успокаивает. Я могу сказать вам точно, что везение в жизни бывает. Но если вы сидите дома, ничего не делаете, а выиграете, допустим, миллион или 10 миллионов долларов в лотерею, то я просто уверен, что через 5-6 лет вы их потеряете. Потому что, чтобы деньгами управлять, требуется понимать процессы, как работают деньги. Как правило, если они упали тебе на голову, то ты не понимаешь, как им управлять, ты потратишь их на удовольствие и потеряешь, и будешь в худшем состоянии, чем до того, как ты их получил. Я хочу подчеркнуть, что сейчас в мире нет ни одного человека, который думает, как вас, лично вас, сделать счастливым. Это только ваши знания, ваш опыт и ваша настойчивость может преодолеть сложности, и вы можете добиться успеха и быть более счастливым человеком. Коллеги, и сейчас я поделюсь с вами 5-ю навыками, которые приведут вас к успеху, но которые мы не очень любим делать. Первое. Это иметь альтернативное мнение. Как правило, мы это не любим, потому что, если к нам привезли какие-то партнеры, предложили какой-то бизнес, а мы уже посчитали прибыль, и мы уже хотим это сделать, и прибыль довольно большая, и тут приходит человек со стороны и говорит, вы знаете, это не получится у вас, а я тут знаю клиентов, а вот здесь у вас нет возможности это внедрить, нам это не нравится. И мы говорим, нет-нет, давай это потом-потом, мы уже поделили прибыль, мы уже хотим это сделать. Но это, как правило, не очень эффективно, потому что обязательно, что бы вы ни думали про себя, как бы вы ни считали свою прибыль, как бы вы ни считали свой бизнес-план, обязательно пригласите человека, который эту школу уже прошел, который делал уже этот бизнес, который, может быть, успешный бизнес, или наоборот, может быть, потерял на этом деньги, вам это будет очень ценно. Я хочу сказать, что я где-то 50% своего бизнеса потерял за того, что я был уверен, что это сработает. Я не хотел никого слушать, я хотел быстренько добиться цели и заработать денег. И это не очень эффективно. Я помню такой кейс, где-то 25 лет назад, ко мне пришли ребята, ученые, которые делали вату из отходов льна. Мне очень понравилось, они не просто абстрактно, они принесли с собой прямо уже готовую вату. И они убедили меня сделать маленький завод, маленькое производство. В то время мы проинвестировали 70 тысяч долларов и реально построили небольшое производство. И получился неплохой продукт. Но неплохой продукт, это значит еще непродаваемый, потому что, когда мы начали выходить на рынок, то поняли, что его надо сертифицировать. И через полгода мы так и не смогли это сделать. Мы закрыли это производство, списали убытки. И я сейчас думаю, надо было просто пригласить специалистов, которые понимают, как этот продукт работает, какой рынок, кто клиенты. И важно услышать их мнение и не делать этих ошибок. Поэтому нравится вам или не нравится, если у вас есть идея, и вы в ней супер уверены, где вы можете заработать, вы так считаете, много денег, обязательно пригласите человека, который уже прошел эту школу. Пускай попробует вас переубедить. И если он нас не переубедит, то, конечно, начинайте действовать. Но если он нас переубедит, то вы сэкономите денег. И это очень-очень часто бывает. Второе. Менять окружение. Ну, мы все об этом знаем, но не хотим это делать. Почему? Потому что если мы хоть чуть-чуть добились успеха, и мы приходим в компанию, где нас давно знают, где ваши одноклассники, где ваши друзья детства. Ну, конечно, вы чувствуете себя там комфортно, потому что люди вас уважают, они к вам хорошо относятся. И даже если они ничем не занимаются, у вас нормальные человеческие отношения. Если вы поменяете окружение, пойдете к людям, которые более успешны, которые имеют большой бизнес, которые имеют много знаний, вы будете чувствовать себя некомфортно. Но это очень эффективно. Когда мне было 25 лет, и я был только начинающим менеджером, то руководитель нашего холдинга пригласил нас 20 человек на Совет Директоров, молодых специалистов. И честно говоря, 80% о чем говорилось на Совете Директоров, я не понял. Но сам процесс мне понравился. И в следующий раз я пришел уже сам. Я был только один. Буквально через полгода я уже понимал 80% о чем говорят коллеги. А через полтора года я стал членом Совета Директоров. Друзья мои, если вас приглашают люди, которым намного сильнее, чем вы, опытнее, и хотят с вами поделиться опытом, никогда от этого не отказывайтесь. А если не приглашают, то сами напрашивайте. Стучите двери, пускай вам открывают. И помните, если вы общаетесь с людьми, которые жалуются и ничего не делают, все время критикуют, то вы будете такие, как и они. А если вы будете общаться с миллионерами, с людьми, которые движутся вперед, которые говорят только о перспективе, и ищут разные возможности, вы будете похожи на них, и вы будете более успешных. Не бойтесь, меняйте свое окружение. У меня есть компания, которая 25 лет занимается строительным бизнесом. Но в этом году я принял решение продать этот бизнес. Да, бизнес неплохой, но если я общаюсь с строителями, это как правило, это мы говорим про кирпичи, мы говорим про бетон, про арматуру, но в лучшем случае про разрешение. И меня сегодня это уже не драйвит. Вот когда мы едем с командой в Силиконовую долину, мы встречаемся с представителями Гугла, Эпла, фондов венчурных. Они рассказывают новые технологии, новые подходы, новые бизнеса, как будет двигаться мир, какие будут новые возможности, как меняются клиенты. Мне это нравится, меня это драйвит, мне хочется этим заниматься. Поэтому я думаю, что тот бизнес, который меня ведет уже в прошлое, я буду продавать, а тот, который ведет в будущее, я в тот бизнес буду инвестировать. Когда мы говорим про новые технологии, про бизнес будущего, это не значит, что это все про роботов, все про IT, все про инновации. На самом деле, бизнес будущего, это бизнес продуктов, это бизнес медикаментов, это бизнес сервиса. И если вы этим занимаетесь, внедряйте новые технологии, новые подходы. И это будет востребовано в ближайшие 50-70 лет. Третье. Обучение. Я знаю, что это сложный процесс, потому что люди не очень любят учиться, но это необходимая часть. Просто я призываю к тому, что учиться надо немного, может быть 15% времени. И больше не нужно, потому что я знаю множество людей, которые закончили по 3 института, которые ходят на все форумы, записывают, и так и не начинают действовать. Лучше, если вы уже имеете какой-то бизнес или какую-то работу, одновременно учитесь и получаете новые знания. Я хочу сказать, надо учиться немного, а надо учиться глубоко. Я сейчас вам расскажу, как я читаю книги. Я не читаю там 20-30 дней в году. Я читаю 5-6, но читаю их глубоко. Я когда читаю книгу, я трачу на это 2 месяца. Я месяц ее читаю, подчеркиваю главные тезисы, то, что мне понравилось. Потом выписываю в отдельную статью, потом 5-6 раз ее перечитываю через день, через два, осознанно понимая все процессы. А потом еще главное, я хочу ее пересказать. И бывает так перед своими коллегами, бывает просто сам перед зеркалом, потому что то, что вы прочитали, и как вы поняли, это совсем не то, как вы это можете пересказать. Вот попробуйте, насколько это важно и насколько это эффективно. И в конце я хочу хотя бы 5% из этих знаний, которые я получил от этой книги, внедрить в реальную жизнь. И это непросто, потому что, если эта книга про психологию, то надо улучшить отношения. А если это про бизнес, то надо сделать какие-то улучшения в своем бизнес-планировании, в каких-то процессах. Но если вы это сделаете, всего на 5% улучшите себя или улучшите свой бизнес, это будет очень-очень эффективно. Четвертое, это действия. Люди не очень любят действовать, они учатся, они получают знания, они делают бизнес-планы и откладывают все время на потом, потому что боятся рисков, потому что действие ведет за собой ответственность. Я вам хочу сказать, если у вас есть 2 бизнес-плана, один вы считаете успешный, будет на 75%, а другой на 95%, но там разные риски, я вам хочу сказать, не имеет значения, с какого начинать. Начинайте действовать. И если вы, допустим, начали действовать и это не сработало, то вы получите опыт и точно в следующий раз добьетесь успеха. Не откладывайте все на потом. У каждого человека есть своя какая-то формула успеха, формула счастья. Я вам расскажу свою, как я думаю. Она может не сработать для кого-то, но для меня она работает. Первое, это мечта. У меня, конечно же, есть мечта. А за мечтой есть цель. Кстати, мечта без цели не сработает, потому что, если вы будете мечтать, а не поставите цель, то вы не достигнете мечты, потом будет депрессия, вы расстроитесь. Поэтому первая мечта, потом цель, потом действие, а потом успех. Вот это мой план, как я вижу свою формулу успеха. И меня часто спрашивают, ну хорошо, мечта, цель, действие, успех. А где же счастье, где жизнь, где семья, где дети, где отдых, где рыбалка, где с друзьями поиграть в футбол. Коллеги, все по пути. На самом деле, если у вас есть своя мечта, есть своя цель, и вы действуете, то по пути вы где-то на обучении или на форуме можете встретить человека, с которым вы создадите семью и будете счастливы. Вы с коллегами будете заниматься спортом, с партнерами будете ездить на рыбалку. Просто у каждого этот процесс, он разный. У кого-то это всю жизнь, а у кого-то может это 5-6 лет. Но по пути вы найдете то, что делает человека счастливым. И последнее, это открытость. Мы не очень любим делиться своими знаниями. Мы боимся выступать перед публикой. Я знаю, это не очень легко. Но современный мир так устроен, что если вы делаете какие-то хорошие вещи, правильные, может социально значимые, но сами про их не говорите, то про них будут говорить люди, которые по-другому воспринимают и по-другому будут доносить информацию. И вам, может быть, это не нравится. Поэтому будьте открыты, говорите про свой бизнес, делитесь своими знаниями и приглашайте к себе партнеров.